Пляжный волейбол 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 А с точки зрения профессионального спортсмена, насколько хорошо Юрмала подготовилась к международному турниру, который проходил впервые у нас? Очень хорошо. Действительно, были полные трибуны, и организация была, и все иностранцы, которые приезжали, они говорят, это, наверное, самый грандиозный сателлит, потому что был сателлит, это низшего уровня чемпионата Европы, турнир. И они говорили, что такого уровня турнир, и так организован, они все были в восторге. И надеемся, что в следующем году уже подана заявка, Юрмальская дума уже дала акцепт, и ждем, что будет в следующем году уже мастерс, в котором это высшего уровня европейского тура, турнир. Вообще очень странно, с одной стороны, вот это все слышать, потому что у нас отличные условия для развития пляжного волейбола, популяризации этого видового спорта. У нас есть сильные очень спортсмены, в том числе в твоем лице, и до сих пор почему-то не было очень престижных турниров. Хорошо, что сейчас лед тронулся, как говорится, и что-то начинается делать в этом вопросе. Ну да, можно сказать спасибо мэру Юрмалу, потому что он был инициатором, кто дал толчок и взял на себя, потому что затраты довольно-таки большие для нашей маленькой страны, организовать турнир и сдержки точно такие же, как для той же самой Германии. Поэтому, когда в Германии организовывают турниры, в Германии к Латвии без помощи государства, практически невозможно организовать такие турниры. Ну вот, спасибо, люди нашлись, которые поверили в этот вид спорта. Я знаю, что вы много с напарником путешествуете. Северная Америка, Южная Азия, Европа вся. Ну, Африка только, может, Египет, да? Вот я тебе звонил на днях, ты был в Турции. Что ты делал в Турции после окончания сезона? Ну, сезон еще не окончен, потому что вот сейчас 3 ноября я лечу в Катар с Томом Шмеденчем. С братом Янисом. Да, предпоследний будет мировой тур. А в Турции мы вносим пляжный волейбол в массы. Это был второй тренировочный лагерь. Мы организуем тренировочный лагерь для любителей пляжного волейбола, не профессионалов. Это или начинающие, или любители, которые любят просто пляжный волейбол. Совместно с пляжно-волейбольным центром «Бичбокс» и туроператором «Го Адвенчер» уже второй раз был тренировочный лагерь. 37 человек, из них 6 человек, которые вообще первый раз видели волейбольный мяч. Самый молодой был 15 лет, самый взрослый 62 года. Поэтому любые участники любых возрастов. И у нас 2 женские, 2 мужские группы. И вот вносим в массы. Следующий лагерь у нас будет уже с 10 по 18 декабря в Шар-Мишейхе в Египте. Больше уже он для русскоговорящей публики, потому что и литовцы, и эстонцы, и украинцы, и русские спрашивали тоже, а можем мы тоже участвовать? Поэтому я говорю, ну у нас на латышском лагере проходят тренера, поэтому так. Я как раз хотела узнать, то есть попасть можно? Попасть можно все. А как можно, где там информацию? Beachbox.lv. Там вся информация есть. Вот следующий лагерь у нас будет для русскоговорящей публики в Шар-Мишейхе с 10 по 18 декабря. А следующий опять потом для латышскоговорящей уже идет в феврале. А в Латвии что-то будет, когда уже лето наступит? Ну когда лето наступит, тогда да, тогда будем стараться. Ну пока мы вот именно пытаемся людям продлить лето. Саша, я знаю, что у тебя есть брат Михаил, которому 16 лет и который подает очень большие надежды. Я слышал от специалистов. Когда мы увидим в деле пару? Два брата, Александра и Михаила Самойлова. Ему еще немножко надо подрасти, но он очень удачно действительно сыграл на чемпионате Латвии в этом году. Он в 16 лет занял 9 место. И потрясающий результат. Я в 18, мне кажется, у меня такие результаты были. И уровень вырос намного, потому что у нас сейчас пары. У нас три пары, которые стабильно играют в основной сетке мировых туров. Ну не знаю, но все-таки ему еще нужно подрасти до моего уровня, чтобы играть. Но я надеюсь, что годы через четыре пара Самойлов-Самойлов будет, которая будет возглавлять Самойлов-тренер. И наша цель будет, я думаю, Токио 2020. Позади у тебя уже две Олимпиады в Пекине и Лондоне. Впереди Рио-де-Жанейро. Когда будет медаль? Конечно, обещать тяжело, но все-таки... Уже начинается давление. Конечно, конечно. Еще квалификация не началась, а уже давление начинается со стороны журналистов. Но тяжело сказать, потому что туда попадают 24 команды. Из них, которые реально, видя опыт предыдущих лет, когда команда, которая с трудом попадает в топ-20, потом получает медаль. Поэтому я считаю, что где-то 16 команд, которые могут получить медаль и которые хотят сделать. И как многие, может быть, не знают, это не то, что вот там все говорят. Может быть, иногда говорят, ну, говорит, вы так много тренируетесь. Вот почему вы не можете вот выиграть там тренировать? Ну, потому что остальные тоже так же много тренируются. Нет, нет, что мы тренируемся, остальные лежат там на пляже Копа Кабана. А не поехать ли нам на мировой тур сыграть пляжный волейбал? Ну, поэтому... Ну что ж, мы желаем вам победы. Спасибо большое. И мы будем ждать вас в гости, чтобы отметить эту победу. Большое спасибо, что этим утром пришли к нам, озарили наш эфир. Спасибо, Саша. Я думаю, согрели, принести кусочек лета.